Потратил своё время на то, чтобы покритиковать несчастную, жадную старуху. Добавил эти манские жадные старухи на себя, бедных, и ещё. От бедности жадность, потому что хоть как-то выжить, нет, у него другая идея. Это сказка об абсолютной любви старикам. Помните, да? Теперь ты, твоя душенька, довольна. Теперь ты, твоя душенька, довольна. И что старуха не творяет? Наконец-то послает с глаз долой, послает верила. А в конце решила отменить старика вообще. Зачем ей через старика последний горынка, когда можно обойтись без старика? Потому что рынка будет здесь и служит на посылках. Старуха до того дошла, что ей старика не нужен. Он же был посланцем всего лишь. Ничего больше. А старик любит. Тогда рынка и уплыла, как с колпушки, в глубокое море. То есть навсегда. То есть вот рано. А теперь вторая пара любовная. Об этом я не сказал в Федеральном Суправе. Вторая пара любви. Это рынка, которую я полюбила старика. За что? Вот это я тоже там не сказал на эти миллионы людей, которые потом послушали. Вы помните, что рынка сказала? Отпусти меня, старче, в море. Дорогой за себя дам выкуп. Откуплюсь чем только пожелаешь. Что должен сделать нормальный, психически здоровый старик? Он должен подумать так. Избушка ветрая, старуха старая. Корыто и то раскололась. Слушай, рыбка, корыто новая. Избу новую, старуху новую. Денег сколько можно? Давай. И вдруг старик произносит чисто пушкинскую фразу. Ничего мне теперь рыбка не надо. Ступай себе в Зинее море и гуляй при себе на просторе. Все. Эта фраза вызывает любовь рыбки. Почему? А потому что пушкинский старик произнес сакральную фразу Пушкина. За свободу не надо платить. Это дар. Свобода и простор. Помните, потом блог скажет. Пушкин, тайную свободу убери мы во след тебе. Только что мне задали вопрос в одной сети. В личке. Михаил Сынович, объясните, почему орел клюет кровавую пищу, Пушкина. Клюет и бросает. Что значит клюет и бросает? Пришлось объяснить. Не бросает туда, а клюет и смотрит в окно, переставая есть. Перед ним самая любимая еда, кровавая пища. Казалось бы, ешь, сосредоточься. Самое главное, что он может, он клюнул и смотрит в окно вдаль за свободой. Это стих о свободе. Пушкин и он, они, товарищи, понимают.